Это трасса М-10 Россия. Сегодня по ней автомобили передвигаются свободно. Но еще не так давно здесь, растянувшись на десятки километров, стояла гигантская пробка. Чтобы ее разгрести, потребовалась почти неделя и вмешательство президента страны. Что это было? Следствие чудовищного состояния отрезка этой трассы? Природные аномалии? Неготовность коммунальных служб? А может быть первые весточки транспортного коллапса, который в скором будущем ждет нашу страну? Попробуем разобраться, откуда берутся пробки. Начнем со столицы. Если углубиться в историю и говорить о Москве, то столица России строилась по принципу радиально-кольцевой системы, при которой все дороги ведут в центр. Бульварная, Садовая, Третья транспортная, МКАД. Круги просто душат столицу. Бывшего мэра, кстати, в шутку так и называли «Властелин колец». Но такая инфраструктура города при современном уровне автомобилизации, а это почти 4 миллиона машин, ведет в тупик. На окраинах пробки гарантированы из-за нехватки магистралей, в центре – из-за избытка автомобилей. Тем не менее, до последнего времени дороги в Первопрестольные продолжали строить именно так. Уже даже была посчитана с метастроительства нового четвертого кольца. Она была просто астрономическая. Видимо, именно это заставило городоначальника прислушаться к советам экспертов и начать строительство хор – дорог, пересекающих столицу насквозь. Для примера возьмем несколько крупных городов в разных частях страны. В городе Сочи не только темные ночи, но и огромные, чуть ли не круглосуточные пробки. Причина здесь скорее историческая и актуальная для многих приморских городов. Вдоль побережья тянется единственная и самая длинная улица города – Приморский проспект. Все остальные дороги так или иначе ведут к морю. В результате город уже давно парализован. Но по программе строительства олимпийских объектов и развития Сочи как курорта, город в скором времени получит дублер курортного проспекта протяженностью 17 километров. На магистрале планируется построить 9 тоннелей и 13 эстакад. Однако есть мнение, что дублер курортного проспекта и ряд транспортных развязок не спасут город от пробок, если не произвести серьезную реконструкцию муниципальной дорожной сети. Тут не нужно быть специалистом-дорожником, чтобы понять очевидность этой точки зрения. Имея две просторные магистральные трассы непрерывного движения и вместе с тем пробковые заторы на съездах, упирающиеся в дороги районного значения, мы получим удручающий результат. Пробки в Екатеринбурге от сочинских не отстают. Одна из самых главных собирается на пересечении трех районов – Юго-Западного, Ботанического и Вторчермета. Необходимость строительства развязки на этом перекрестке давно назрела и перезрела. Вопрос только в том, какой должна быть эта развязка. Независимые эксперты спорят с проектировщиками, для которых стандартным транспортным решением уже в течение долгого времени является развязка типа «Кленовый лифт». Но проблема в том, что существующий регулируемый перекресток допускает движение пешком и на велосипеде, в то время как планируемая развязка окончательно разделит лесопарк и три жилых района на несвязанные с друг другом сектора. Поэтому эксперты советуют местным властям отказаться от клеверного типа развязки в пользу чего-то более компактного и рекомендуют приглядеться к одноточечной городской развязке – Single Point Urban Interchange. Этот тип развязки применяется в Европе и Северной Америке. Сибирь не отстает ни от юга, ни от Урала. Томск – старинный город. В связи с этим разрастался он хаотично и без особого плана застройки и развития дорожной сети. Позже городские улицы пытались упорядочить, и отчасти это получилось. Проблемы появились, когда машин в городе стало больше. Настал транспортный коллапс. Сегодня Томские улицы в полтора раза перегружены. По одному только центральному проспекту Ленина проезжает до 2000 машин в час. Самой сложной проблемой, соединяющей две части города, стал небольшой узкий перешей. Десятки студентов Томского архитектурно-строительного университета защитили дипломы по проектированию необходимой здесь развязки. Так бы и продолжалось, если бы город практически не остановился. Только в середине 2011-го Томск получил на строительство развязки 3 миллиарда рублей. За полтора вместо необходимых трех лет была возведена двухуровневая эстакада. Для ее реализации было снесено 28 зданий. Отменено движение десятков троллейбусов и трамваев. А жители ближайших микрорайонов в связи с проводимыми работами по несколько дней сидели то без горячей, то без холодной воды. Но все запаслись терпением. И город поехал. Проблема только в том, что это открытие просилось лет 10 назад. Тогда, возможно, пришлось бы избежать стольких сложностей. В большинстве других крупных мегаполисов нашей страны, как бы они ни были спроектированы, пробки все равно есть. Вот как эту проблему решили в Китае. Несмотря на то, что в 20-миллионном Шанхае автомобилей гораздо больше, чем в Москве, а плотность застройки выше, при этом пробок почти нет. В самом крупном городе Поднебесной проблему трафика решили, просто построив больше развязок и многоуровневых эстакад. По сути, в городе двух, а то и трехэтажные дороги. Из одного конца в другой можно проехать поверху, оставив под собой город с его светофорами, перекрестками и пешеходами. Но многие все равно предпочитают пользоваться общественным транспортом. Вот почему. Бензин в переводе на наши деньги — 40 рублей за литр, драконовские штрафы за неправильную парковку и периодическое ограничение на въезд в город автомобилей с той или иной цифрой на номерном знаке. При этом в Шанхае около тысячи автобусных маршрутов, старейшая линия троллейбусного сообщения и самая большая в мире по протяженности метро — 420 километров. Но вернемся в Россию. Кольца — это сложности в основном московские. Большинство других городов в нашей стране спроектированы иначе. Однако пробки есть и в Новосибирске, и в Челябинске, и в Калининграде. И здесь другая проблема. Парковаться в нашей стране можно где угодно. Зачем покупать машиноместо, если это можно сделать бесплатно? Оставить на тротуаре, во дворе или вот так вот вдоль дороги. В два, а то и в четыре ряда. В результате на проезд транспорта остается всего одна полоса. А между прочим, рядом с местом, где мы снимали, находится подземный паркинг. Но платить наши граждане не любят. Помимо прочего, в России совершенно иная культура вождения. Мало кто опасается штрафов, как в Западной Европе. Возможно, из-за небольшой стоимости российского наказания. Еще один фактор – менталитет. Но нынешняя Московская транспортная администрация все-таки взяла из-за решения этой задачи. Скорость потока в центре Москвы на Новом Арбате значительно увеличилась. С одной стороны, как часовые дежурят эвакуаторы. С другой стороны, появились первые автоматические открытые паркинги. Несмотря на то, что стоимость такой парковки 100 рублей в час, свободных мест здесь практически нет. На территории парковки автоматическая компьютерная система учета наличия транспортных средств. На въезде и выезде размещены датчики, которые фиксируют момент заезда и выезда авто. Кроме того, все площадки оборудованы камерами. При въезде происходит видеофиксация номера и модели автомобиля. Эти данные могут быть переданы полиции, если, например, с машиной что-то произошло. Сейчас оплатить можно только наличными через кассовый аппарат. Но в дальнейшем обещают наладить оплату через банковскую карту и с помощью СМС. Еще одна причина заторов – объезд по обочине. Те, кто считает себя умнее других и решает обогнуть пробку справа, рано или поздно упираются в сужение дороги или сломанные автомобили. Тогда они начинают вклиниваться в общий поток, заставляя его снижать и без того невысокую скорость. Штраф за подобное нарушение всего 500 рублей, и сотрудникам ДПС не особо интересно этим заниматься. Научить уважать окружающих, возможно, могут заставить только камеры и письма счастья с круглой суммой штрафа в конверте. Другой мерой, которая, возможно, сможет помочь избавиться от пробок, эксперты называют развитие в стране общественного транспорта. По мнению специалистов, в нашей стране поездка на авто стоит несопоставимо меньшие деньги, чем на двух видах общественного транспорта. Этого нет ни в одном мегаполисе в развитых странах, потому что автомобилистам надо платить за парковку. Получается гораздо дороже. Поэтому частному транспорту они предпочитают общественный. У нас же все наоборот. Достаточно важным препятствием является количество платных пересадок. Потому что сейчас очень многие в Москве ездят сначала, допустим, на автобусе до метро, или даже, может быть, три пересадки на автобусе до электрички, на электричке до метро. На метро это конечная цель. Здесь два аспекта. Во-первых, единая карта. Во-вторых, удобные пересадочные узлы. Когда понятно, куда идти, когда удобно идти. Когда мы четко знаем, что мы вышли здесь с автобуса, и через, допустим, ровно три минуты придет следующий, на котором мы пересядем. Когда все это может быть упаковано в виде какого-то программного включения смартфона. Сейчас это все в технологии уже позволяет. Вот это вот значительно повышает привлекательность общественного транспорта. В нашей стране решили идти по такому же пути и сделали выделенные полосы для общественного транспорта. Дебатов по этому поводу было много. С одной стороны, всем понятно, что в одном автобусе людей помещается больше. С другой, они почти всегда полупустые. А выделенные полосы, даже несмотря на штрафы, часто забиты. Автомобилисты просто знают, где висят камеры. Мы узнали, что может сподвигнуть наших граждан пересесть на общественный транспорт. Я нормально отношусь к автобусам. Если я понимаю, что быстрее я доеду на автобусе, я поеду на автобусе. Ну, в первую очередь, комфортно. Хочется доехать все-таки в чистой обуви. Ну и второе, если бы выделенные полосы действительно действованы, так как они должны действовать, то, наверное, я бы все-таки на работу ездил на общественном транспорте. Вот как поступили в столице Колумбии богатея. Суть системы обособлена с не разметкой, а собственной инфраструктурой в рамках полосы для общественного транспорта. Она имеет специальные станции с платформами и турникетами для автобусов по принципу метро. Средняя скорость перемещения по городским проспектам Богаты 60 км в час. К примеру, скорость у московского метро чуть меньше 42 км в час. Да, эта технология известна. Это называется бас-репетранзит, скоростной автобус. Но вот есть известный американский ученый Вуча, который постоянно изучает этот вопрос. Трамвай, а тоже скоростной обособленный, или автобус. И он говорит, что, в общем-то, автобус – это решение для бедных городов. Если есть деньги, строим трамвай. Если уж мы выделяем полосу, отделяем ее от общего движения, то лучше поставить там рельсы и пустить более вместительный трамвай, чем автобус. Если у нас есть деньги. Вот просто это будет эффективнее. Стоимость строительства одного километра линии метро в Москве равна 160 миллионам долларов. А подобные выделенные автобусные линии со всей инфраструктурой – 10 миллионов долларов. Даже если мы заложим сюда наши российские реалии с разными распилами и откатами, стоимость может возрасти до 15 миллионов долларов за километр. Однако скорость строительства подобных автобусных линий в пять раз выше, чем у метро. Париж построен так же, как Москва. Однако там пробок значительно меньше только из-за того, что муниципальные власти озабочены сейчас не тем, как бы облегчить жизнь автомобилистам, а напротив, тем, как максимально ее усложнить, сделать просто-напросто невыносимой. Здесь официально поставлена задача – выжать автомобиль из города и заставить парижан в массовом порядке пересесть на велосипед или пользоваться общественным транспортом. В нашей же стране жизнь автомобилистам пока не отравляют. Скорее пытаются придумать и ввести все новые способы организации движения. Так на многих улицах вводят реверсивные полосы. Но проблема остается из-за того, что потоки на таком участке необходимо мониторить. А у нас пока это выходит крайне плохо. Также есть идея разрешения правого поворота на красный свет. Это также увеличит скорость потока. Так уже сделано в некоторых странах. Но законотворцы считают, что наши автомобилисты пока не готовы к такому нововведению. Когда идет поворот на красный свет, то там начинают переходить пешеходы обычно. И конфликт между водителем и пешеходом возникает. Честно говоря, я думаю, что наши водители еще не готовы к таким испытаниям. Специалисты уверяют, что до настоящего транспортного коллапса в нашей стране еще далеко. Но в перспективе он все-таки может случиться. Чтобы его предотвратить, нам необходимо устранить элементарные ошибки в организации дорожного движения. Построить отводные карманы для общественного транспорта на остановках. Запретить грузовикам въезд в центр городов днем. И заставить транзитный транспорт ехать по объездным магистралям. А там, где невозможно расширить или построить новые развязки, вспомните забытом опыте регулировщиков, которые помогут распутывать узлы из автомобильных заторов. Ну а если вы все-таки попали в пробку, не теряйте времени даром. Занимайтесь самосовершенствованием, учите иностранные языки или слушайте аудиокниги. Мне поет о южных ночах.